Дальше говорит она, у и фаюхси ноль вуду. Кто совершит вуду и совершит его наилучшим образом? Наилучшим образом. Что значит наилучшим образом? То есть сделает полностью. Сделает полностью со всеми его адабами, то есть со всеми нормами, которые там есть, со всеми качествами его. То есть полностью в совершенном виде сделает это. И вот здесь, в этом хадисе, поэтому внимательно, вот в этих вот словах, то есть условие является, что вуду должно быть что? Ихсан, то есть сделано как наилучшим образом, соблюдение всех норм вуду, всех качеств вуду. И значит, в этом хадисе есть побуждение к чему? Это следующий вывод. Побуждение к тому, чтобы уделять внимание обучению, изучению адабов, то есть норм и правил вуду, и шартов вуду, условий вуду. И побуждение к выполнению этого. И к проявлению осторожности в этом. И побуждение к тому, чтобы стремиться совершать вуду в таком виде, который является действительным у всех ученых. И не пользоваться всякими послаблениями, опираясь на разногласия. Вот это вот замечательный вывод, который дает Анна Овей. Слушайтесь еще раз. В эти слова. Он говорит. Раз пророк со своим говорит, юхсеный вуду, наилучшим образом совершай вуду, значит, есть здесь побуждение. Побуждение к чему? К тому, чтобы уделять внимание. Во-первых, изучению вуду, правил вуду, адабов его. Да? Раз. Второе. Условий вуду. Третье побуждение к чему? Выполнять все это. Четвертое. Проявлять осторожность в этом, стремясь совершать вуду так, как это действительно с точки зрения всех рулема, не полагаясь на какие-то послабления, которые есть у тех или иных ученых. Ясно или нет? Так делай вуду, проявляя осторожность при этом, чтобы любой из ученых сказал, да, твою вуду действительно. А не так, что, а, есть мнение, есть разногласия в этом вопросе, некоторые улема говорят, это не уадиб, некоторые улема говорят, это желательно, некоторые улема говорят так, некоторые говорят так. Как выйти из этого разногласия, сделать так, как будет действительно с точки зрения всех улема, есть побуждение к этому. И поэтому, говорит он, увы, поэтому следует стремиться произносить тасмия, то есть бисмилля. Не говори бисмилля, хиляф есть, некоторые говорят мустахаб, желательно, некоторые отрицают, то есть обязательность этого, да. Делай, говори бисмилля, потому что есть улема, которые говорят, что вадиб, говорит бисмилля, обязательно, говорит бисмилля, мы с вами проходили. Ния, намерение, пусть у тебя будет намерение, намерение в сердце, конечно, намерение произносится языком, да, намерение в сердце. Мадмада листиншах истинсар, пусть будет в твоем вуду. Мадмада полоскание рта, листиншах истинсар, полоскание, высмаркивание, полоскание носа, высмаркивание из носа. Пусть будет в твоем вуду. Не говори по мнению некоторых улема, это желательно, не вадь. Истиаб масхирас. Охватывай всю голову при обтирании. Всю голову. Не говори по мнению некоторых улема, достаточно четвертой части головы или что-то из головы обтереть, и уже твою вуду действительно. Не полагайся на это. Будь осторожен. Обтирай всю голову. Масхолюзунейн, обтирай уши. Некоторые улема говорят, что это не обязательно, да? Нет. Правильно мы сказали с вами, обтирание ушей входит в обтирание головы. Алюзунамина раз. Два уха это что? Относится к голове, сказано в хадисе. Татябофиль вуду, говорит он, то есть делать вуду непрерывным, учитывая это условие, которое называют некоторые улема. Тартиб, соблюдай порядок. Да, мы говорили, есть мнение среди улема, что это не обязательно. Но есть и мнение, что это обязательно, что это из обязательных предписаний вуду. Верно? Тартиб, то есть совершение по порядку. Соблюдай это.